Я Максим Безуглый, я в IT около 20 лет. Свои первые хэллоуд-решения начинал писать еще в конце 90-х. Были успешные там, чат работал хорошо, выдерживал там все эти там тогда еще сотни пользователей. Баннерная сеть, первая версия, вот вообще не получилась, опыта не хватало, я был еще слишком тогда там молодой и зеленый. Пришлось это все переписывать, внедрять там C, другие подходы, а не там дефолтное решение. Поэтому, сейчас я возьму кликер. Ну, потом вся жизнь превратилась в один большой хэллоуд-проект, потому у него опыт, в принципе, довольно широкий и разный. Но я остаюсь быть архитектором сложного бизнес-по, но моя страсть – это игры. Поэтому почему так получилось, что я беру сразу же и архитектурные паттерны, и на примере игрового сервера. Ну, на чем было, Антон, показываем. Значит, с чего мы начнем? Определение, что такое хэллоуд, как вы понимаете, множество, поэтому давайте, что мы говорим, он the same page. Мое личное, от чего я буду все остальные тезисы давать. Как только у вас не какая-то технология появляется, то есть если вы кассандру прикрутили HB, это не значит, что это хэллоуд. Вот как только у вас влияние недостаточной оптимизации, либо любой какой-то ошибки будет влиять на бизнес, либо на расходы, либо на репутацию, вот тогда появляется проблема. То есть в игровых сферах, вы понимаете, если там какие-то миллисекунды где-то не соответствуют, все, пользователи страшно злые. В бизнес-приложении это нормально, это все катит. Почему я взял игровой сервер? Там требования очень высокие, и очень много парадигм обычно используется в одном проекте. То есть на одном игровом проекте используется больше, чем часто на двух-трех бизнесовых, потому что он включает в себе и бизнесовые вещи, там, ну, совершенно разная модель с памятью, с процессорами, с ценными данными, с неценными данными, которые можно потерять. Там много больше трейд-оффов. То есть учиться легче на игровом проекте, чтобы потом применять это на бизнесовом. Хотя любая игра сегодня — это бизнес. Следующий тезис в том, что чем у вас отличается высоконагруженное приложение от обычного инфраструктуры. Когда вы пишете обычное приложение, вы подразумеваете некую дефолтную инфраструктуру. Вот когда вам требуется особая инфраструктура, вот тогда у вас появляется высоконагруженное приложение. И история там последних десятков лет постоянно движет не сколько код, понятно, что мы должны писать оптимальные алгоритмы и так дальше, а движется сама инфраструктура. Это постоянно меняется. И последний тезис в том, базовый, в том, что паттерны, они универсальны. Какие-то кажутся очевидными, там, здесь у тебя опыта много, но решение всегда уникальное. Поэтому сколько бы опыта не было, когда ты берешься за там сегодня передовую задачу, она снова сложна, поскольку базовое решение уже не работает. Иначе бы сели бы джуниоры, собрали бы там это все на WordPress, и все полетело, там, говорят в New York Times, на WordPress все работает. Ну, это маркетинг, а реальность, значит, чуть-чуть другая. Следующий момент – выбор технологий. Там у меня была пометочка для сейнеров. Много у нас сейнеров? Ну, без скромности. Ладно. Ну, говорят, что истинный профессионал всегда скромный, он всегда недооценивает то, что знает, он знает, чего не знает, поэтому и… Ну, вы понимаете, в чем смысл? То есть, джуниор бежит за технологией, старый специалист понимает, в чем минусы технологии. Поэтому, когда вы выбираете, на чем работать, вы выбираете на… Нет возможностей универсальных, а от ограничений в этом контексте. То есть, No.js, Haskell – это все прекрасное решение. Никто не говорит о том, что Haskell лучше, чем No.js, или что-то лучше другого. Это все лучше чего-то в этом контексте. Причем отдельно в краткосрочном и отдельно в долгосрочном. Когда вы выбрали технологию, вы проходите… Это вам такой нулевой паттерн. Два раза момент архитектурного проектирования. В первый раз вы смотрите, какая у вас проблема и какая технология подходит, у которой минусов меньше всего. Когда вы уже выбрали технологию, теперь вам приходится немного модифицировать проблему, проблему, чтобы она лучше соответствовала технологии. Вам приходится ее подгонять. То есть, это такое вступление в архитектуру. И вы всегда имеете какой-то трид-офф. Например, если вы взяли Haskell, да, вы решили проблему производительности, но вы только что создали огромную проблему кадров. Если вы взяли какую-то технологию, на которую быстро писать, то вы сейчас получите time to market, но вы потом получите cost. Любой халло должен упираться в то, что у нас всегда есть конфликт между облачниками и специалистами по перформанс-решению. То есть, то, что вершки и корешки. Одни зарабатывают на неэффективном коде, а другие на эффективном. Поэтому идеал, понятно, и в том, и в другом, но that's the way that business works. Все-таки, поскольку мы стоим со стороны идеала в технологии, то мы, конечно, стремимся к тому, чтобы все работало правильно, а не как получится. Но мы учитываем, как архитекторы, трейд-офф по бизнесу. Самый ключевой момент – это такой, то есть у меня будут паттерны академические с контекстом моим и будут те, которые я считаю, которые я вывел из своего опыта для себя. Мой ключевой паттерн – это пространство изменяемых данных. Абсолютно все, что идет в хайлоде, начиная с середины 90-х и до сегодняшнего дня, это просто отражение того, насколько в программе растет объем данных, которые вы модифицируете. То есть в начале 2000-х весь рост, который обеспечивал дистрибьютер-решение, все эти новые базы данных, аля Кассандра и тому подобное, веб 2.0 так называемый, в том, что до этого веб был по принципу три человека поставили новость на Нью-Йорк Таймс и миллион читает, а после этого все начинают что-то ставить. И у вас количество модификаций вот этих вот записей в базу начинает расти уже больше иногда даже, чем чтение, потому что вы же понимаете, есть люди, которые бложек ведут, но никто кроме себя его не читает. Поэтому история важна. И эти вещи сегодня кажутся очевидными, но это не решение, в смысле там бородатых людей, которые больше никому не нужны. Это базовые вещи, которые все еще нужны, и мне иногда нужно пользоваться и понимать контекст, когда. То есть в тот период было что важно? Хапрокси, варниш, правильная работа с кэшом, потому что контент был статичным, он не зависел каждый раз от запроса. Да, тогда были передовые решения, там, а-ля Амазон, которые все индивидуализировали, каждую выдачу, но это было все-таки скорее исключением, самым передовым. А все остальные просто разработчики занимались совершенно другими проблемами. Поэтому вся разница между тем сегодня, даже спустя столько времени, если у вас есть сервис по обработке, к примеру, своей, бухгалтерской, к примеру, какой-то информации, то я обрабатываю свои инвойсы. А если мы находимся в системе, там, любая, там, коммуникация пользователей, то есть Facebook как крайность, то у нас все связаны со всеми, все меняют данные других, смотрят, мы взаимосвязываем. Поэтому весь наш арсенал решений будет связан с тем, насколько у нас много данных модифицируется. То есть проще всего сначала подумать об этом, и тогда мы упростим себе выбор технологий значительно. Архитектурные паттерны, то есть очевидно, что они зависят от контекста, но контекст его понимания зависит от опыта. То есть книжку паттерны проектирования, или паттерны разработки для жавы, я читал в молодости, и не понял, зачем так все усложнять в жизни. Потом приходит какое-то время, и ты уже смотришь на нее заново, потому что ты все это уже и так знаешь, понимаешь, у тебя к этому еще три паттерна, два из них ты поменял, четвертый не согласен, пятый поменялся, а книжку же никто не обновлял. И вот этот момент всегда, то есть учиться сначала слишком рано, а потом слишком поздно. Но баланс между практикой и теорией, он должен соблюдаться. То есть сложные теории изучать заранее бесполезно. И сегодня скорость обучения значительно возросла. И есть технологии, которые не менялись. То есть я, например, ярый противник Линукса. Но знания, которые получил по OpenBSD, там FreeBSD, там в 90-х, они не поменялись. Они сегодня там в МакОсе, там есть FreeBSD, там есть там тот же самый даже SmartOS. Мои знания не устарели. Я до сих пор запускаю сервисы по-старому. В Линуксе уже на каждые 2-3 года было какую-то новую тему смотреть. У них снова все поменялось. То есть у меня нет так много времени, чтобы переучиваться. У меня нужно получать новые знания, а не каждый раз обновлять старые. Самая уникальная тема с паттернами в том, что у них есть вот эта композабилити. Мы можем их объединять. Какой-то является настройка, какие-то соединяются, но не все они работают вместе. И это опять же вопрос опыта, чтобы понимать, какой и когда применить. И нельзя сказать, вы знаете, вот А с Б не соединяются. Нужно просто не забывать, что при выборе паттернам вам придется каждый раз проанализировать каждую пару, а они сходятся или не сходятся. Вам это дает преимущество? Или два хороших в сумме дают теперь новый плохой? Следующий универсальный паттерн, тоже мой базовый. Пусть вы поняли, как вы работаете с данными. Теперь вы пытаетесь понять, и тут этот биос у меня будет дальше прослеживаться, вы постоянно прожигаете одни и те же данные, и у вас процессор ходит, и жжет, и жжет, и жжет, все время одни и те же регистры, вы все время жуете одно и то же. То есть алгоритм, в котором много кода, мало данных. Либо второй вариант. То есть вы, как говорят в старом, все пишете на ленту. И это принципиально меняет вам всю картинку в работе, поскольку все паттерны по отношению к процессорно-ориентированным вещам будут другие, чем по отношению к данным Big Data. И у меня в основном дальше все будет идти больше на вещи, связанные с кодом, чем с Big Data. У Big Data свои паттерны, они в чем-то проще. Это такой классический интерпрайз. Нужно просто защитить большой набор готовых технологий, их правильно применять. Там тоже есть своя сложность, но не настолько высокая, как с вот этим постоянной искусством кизации кода. Следующий мой личный паттерн, это я называю горизонт сложности. Это проблема команд. Хорошая команда может разрабатывать, создавать и вдруг достигнуть горизонта сложности. Только имей большой опыт, ты понимаешь, где ты упрешься. Это задача архитектора, понимать, где ограничения. Джуниор этого не видит, миддл этого не видит, он где-то упирается, у него стресс. И осознание этого горизонта позволяет выбрать правильные технологии, избежать, иначе то, что казалось верным, на 80% оказывался неверным, уже нужно не дописывать, а переписывать. Это та самая тема, когда архитектор нужен. Потому что создавать паттерны, применять и так дальше, это все-таки стратегическое решение. Вот когда у вас начинают нюансы иметь решающее значение, то есть все проходят теорию, кап-теорема, количество реплик, РВ, и это все очень классно теоретически, но вот как только у тебя выбор той или иной цифры начинает принципиально влиять на бизнес, вот ты поменяешь эту цифру, и что в случае выхода из строя чего-то, на что это повлияет. И понимание связи этих цифр с бизнес-последствиями, вот в тот момент ты становишься уже правильным специалистом по отношению к решению задачи. Иначе ты просто применил готовое решение и еще не дошел до того, чтобы оно было для тебя по-настоящему важным. То есть сам факт внедрения, прикрутить там HBase или Cassandra к своему коду, не означает, что вы получили холод решение, потому что он не на грани, не on the edge. Потому что сегодня Node.js просто запущен на домашнем ноутбуке там с Celeron, выдает лучшую цифру и решает проблему, которую называли там C10K в 90-х и никак не могли получить просто 10 тысяч конкурент-запросов. А сегодня ты их взял и получил просто со старта, они их не могли получить на Hello World. Это была проблема. Больше это не проблема. То есть Hello World означает, что вы должны столкнуться с той проблемой, которая не решается просто прикручиванием стандартных фреймворков, стандартных решений. Вы все равно будете прикручивать все те же решения. Но способ сборки будет принципиально другим. И он будет уникальным. И вот это понимание границ и формирует того профессионала, который не будет на последние 20% все переделывать. Поскольку, вот идеальный пример – MongoDB. Он очень классно хайпанул, все побежали. В отличие там Рубен Рейлза, который действительно людям ускорил разработку где-то, с MongoDB получили сначала все пишут, что это все решает, а потом начинается статьи, где это не решает, как это не работает, что Postgres быстрее, как оказалось там на тех же задачах. И вроде как в том мультике про Южный парк, знаете, а что, обязательно было ртом ручку удержать, тут вроде были еще переключатели, но вроде как не надо. А зачем мы всем этим занимались? Поэтому понимание ограничений важно. Есть люди, которые понимают их в теории, есть люди, которые понимают настолько на практике, что они являются теми, кто коммитит код и расширяет. То есть у них выбора нет. Говорят, ну нам подходит, MongoDB почти, но без нюанса, поэтому мы его чуть-чуть допишем. Поэтому все базовые инструменты это когда-то были передовые решения. То есть NGINX сегодня, это очевидно. Когда-то NGINX был чудом, и все сидели на Apache, и не знали, как перейти к потоковой модели от процесса, и просто раздача картинок была сумасшедшая проблема. Все, никто не думает про картинки, как бы забыли. Но если у вас серьезный медиаресурс, и вы не позаботились о том, к примеру, чтобы разнести их на три поддомена, чтобы они загружались параллельно в X потоков, то вы не получили какой-то важный KPI из-за недостатка просто понимания каких-то постсотических снов с HTTP протоколами или еще чем-то. То есть вот эти все старые приколы, раньше они были важны. Мы раньше сначала этому учились, и не было столько оверфлоу, но любой вопрос был, один ответ, RTFM. И ты идешь и читаешь, и читать протоколы вперед, это была нормальная практика. Сегодня знаний так много, что читать заранее все невозможно, но опять же должен быть баланс. Не нужно учить все заранее, но ничего не значит, что спросить, это не решение. То есть такие вещи, как load, balancing, replication, это когда-то было важно, сегодня мы говорим, то есть я об этом не вдаюсь в эти подробности, то есть да, это паттерн, архитектурный, но все, это все знают, это очевидно, там уже только нюансы использования. Возьмем простейший пример с кешем. Кто знает, ладно, у нас будет про КПУ. Значит, то, что кеш нужен, это понятно. Как только все начали переходить на Ruby on Rails, там появился кеш, как бы все стало замечательно, только сайты начали падать. Потом все поняли, что там не было простейшей темы. Dogpile protection. Кто с этим сталкивался? То есть когда у вас, вы что-то должны положить, вы открываете главную страницу, ее нет в кеше, ее нужно сгенерировать и положить в кеше. Но в базовых инструментах, нет инструментов локинга, кеш начинает формироваться, приходит второй пользователь, кеша еще нет, вы начинаете формировать кеш, уже два раза параллельно. Все это заканчивается как бы там лоадеверейджем 10, 20, 30, 50 и любыми террическими значениями заканчиваются там ребутом сервера. Поэтому вроде бы кеш – это стандартный паттерн, но пользоваться им все равно нужно как бы обдуманно, да? То есть если вы просто берете базовую информацию, то есть ребёнок это просто как примеры, потому что вчера это был кеш, сегодня там будет там любое слово, назовите там докер, кубернетис, там гибридные облака, там у меня это было, я же старый человек, то есть вы когда называете что-то гибридными облаками, это что-то новое или это все же было, вы просто название там придумали, или серверлесс, это самый гениальный маркетинговый термин из всех. Ну такой же, как эмуляция процессора, это старая шутка, как бы вот то же самое. Поэтому первое – это простые вещи, как Докупайл Протекшн, из любого паттерна следуют какие-то нюансы, понимание нюансов важно знать. Инвалидация кэша сложнейшая задача, которая кажется простой, ну вроде бы да, данные обновились, давайте их сбросим. Простейший блок, состоящий из трёх рубрик, главной страницы и к примеру там виджета, там самые комментируемые статьи, вы просто добавляете один материал, только представьте, что всё-таки это пример простейший, и там можно просто сбросить все кэши, так оно обычно делается. А теперь у вас Нью-Йорк Таймс. Если вы будете сбрасывать все кэши от появления одной новости, это неправильно. Значит, вам нужно выстроить весь граф зависимостей, вот этот конкретный материал в случае добавления или изменения, он получается должен сбросить кэш вот того виджета, вот той рубрики, вот этой главной там, и наверное еще календарика с датой по этому числу. Это как минимум. И эта логика должна быть. А потом как он будет сбрасываться, ну по поводу докпайла, да, точно так же. В фоне, когда редактор нажимает на окей, и начинается снова из простейшей темы, по сути сложной решения, которая казалась, там, да тут на два часа прикрутить, просто там две строчки там сбросить, в решении на целую неделю. Опять же, если это Нью-Йорк Таймс, то это становится важным. Если это чей-то Вордпресс, то там вообще ничего не важно. Тот же самый кеш растет с того, что сначала он был in application. Были там шикарные библиотеки на жаве, которые позволяли там его инвалидировать по времени, еще почему-то, когда еще не было memcached. А потом придумывают memcached, это становится демократичным для всех. Потом мы можем взять какую-то кассандру и считать, что это как бы кеш, равно база данных, и вообще больше про кеш не думать. Но отсутствие, как бы кеш все равно все еще нужен. Поэтому переходим к теме умение расставаться с любимыми технологиями. Как я уже говорил, я не против Node.js, я его использую просто как пример. То есть он может, вы можете вместо него подставить там совершенно любую тему, с которой вы работаете. И все мы вот, она нам нравится, мы ее знаем, но вы же знаете, что это в Штатах как бы есть понятие сенер-софтварь-энженер, а у нас сенер-джава-девелопер. Они не циклятся на конкретной технологии, не решают задачу. Поэтому главное просто понимать, когда ваша технология уже не работает. Только и всего. Чем потом пользоваться, это уже там совершенно другой вопрос. То есть мой паттерн не в том, что нужно делать, а в том, что нужно перестать делать, когда настанет это время. Он очень сложный, потому что это психический паттерн, мы к этому привыкли, у нас опыт, у нас здесь все хорошо. А тут вдруг все новое. Есть решаемые темы, которые к хайлоду они относятся. Например, у вас проблемы с Node.js, но они с... То есть у вас же здесь паттерны, которые касаются производительности, а есть паттерны, которые касаются большей части жава-паттернов, для того, чтобы можно было подсадить 2000 человек, писать один и тот же софт. То же самое, что можно подсадить тысячу инженеров-конструкторов, и они построят мост, потому что у них есть стандарты. Подсадить тысячу жава-сфит-разработчиков, и они напишут 10 тысяч модулей для НПМ, и все будут одинаковые. Но мост они не построят, образно говоря. Поэтому это стандарты, которые упрощают разработку, но кода от этого быстрее не станет. Более того, половина паттернов, упрощающих разработку, приведет к замедлению кода, и мы снова получаем тридов. То есть простейший пример там с Node.js. Как только мы уперлись в том, что наша проблема больше не про ввод-вывод, и нас сингл этот срид уже вообще не устраивает, можете там экспериментом на 10 минут берете расчет факториала по веб-сервису, который каждый раз выдает при каждом следующем запросе там просто следующее число. Запускайте Node.js и смотрите на него там сколько секунд у кого ноутбук там выдержит. И потом для других языков там тот же самый эксперимент. Ну, Haskell едет как танк в продолжении рекламы. Там у него числа в любые, начинают уже в три страницы, число в четыре, и он себе едет спокойно дальше там. Процессор и память. То есть Node.js это типичный пример вот такой вот технологии, которая с одной стороны вот она, это был этот прикол про сравнение технологии с каким-то фильмом про девочек, потому что как бы если она хот, то она обычно crazy. Это SSD-шники сравнивали. То есть SSD-шники, а не хот, но все летит, как бы данные пропадают, и ты злой, но ты идешь покупаешь новый SSD-шник, потому что ты готов потерять данные снова, как бы потому, что SSD-шник это круто. ну все что-то как бы по серьезных технологиях, там защита данных, бэкапы, ну вы же понимаете, мы не про это, как бы данные летят. Поэтому когда-то приходит время для каких-то других технологий, это может быть Erlang, это может быть Go, это может быть Java, это может быть все, что угодно в зависимости от задачи. Вот то, о чем я говорил в начале, таблица сложности. То есть как только ваша задача становится слишком сложной, время менять технологию на сложную. Вот пока она не стала, не надо прикручивать что-то там. Технологии ради технологии, это самый ужасный кошмар мой. Как только вы начнете это делать, вам нужны будут архитектурные изменения. Поэтому с одной стороны, не agile, да, долгосрочное проектирование, понимание, чем вы закончите, позволяет выбрать правильную технологию сразу, а не потом, когда вы дойдете. О, вот эта таска означает, что мы все переделываем, класс. Поэтому все-таки вначале вы это продумываете. И все понимают, где будет горизонт. Еще один мой паттерн о том, что у вас все упирается либо в блоки, вы смотрели как на черный ящик, на какой-то там код технологии, либо в компоновку блоков. То есть инфраструктурные вещи в highload это компоновка блоков. Но иногда вам нужна именно внутренность, то, что находится внутри этого блока. И определенная структура может позволить вам использовать уже highload инфраструктуру. Мы это сейчас раскроем дальше. То есть вы понимаете, самый тупой пример в том, что если у вас сайт, у которого статичная страница генерируется, то вы можете использовать кеш. Это как самый простой пример. Более сложные примеры всего попадают в коммуникацию. Места для изучения и вдохновения по коммуникации могут быть в очень неожиданных местах. Изучение того, как работает видеокарта. То есть это параллельные вычисления, отдельная полезная штука. Как влияет ход памяти этой мишины. Почему когда-то был широкий шлейф, еды ежный. И был в серваках дорогой сказевый, в котором, когда ты в сидером или вставлял диск, у тебя вдруг система вся не останавливалась. Сейчас мы этого не чувствуем. Тогда это была большая проблема. Но наши программы имеют такую же проблему, как и там железо. То есть мы где-то что-то там запускаем, и вот тут все встало. Это просто было бы, знаете, не так печально. Там я был на прогоне, там был один доклад, как люди заказали софт, что они сделали, как они получили, когда ты заказываешь билет. И если смс-ка там долго отвечает, у тебя страница движется 33 минуты, а если она вообще не ответила, то вообще страница не догрузится никогда до конца. И это вот сейчас делалось, не в 90-х. Данные связаны в то же время с протоколами. То есть у вас есть интерфейс, микросервисы, многие пробуют, делают, но у многих потом не сходятся, потому что это правильно, быстрая коммуникация, и есть решение. После этого все становится простым. То есть каждый микросервис сам по себе, это безумно простая тема. Но если у вас это не похоже, как там в линуксе в строке написать там ls, pipe там, как бы и все это зазиповать, отправить кому-то по почте, то задача становится сложнее. Что с чем связано, что на что влияет. И это проектирование определяет правильность решения. Неправильные интерфейсы рождают неправильный микросервис. Поэтому сначала спроектировать эти интерфейсы, и есть самая сложная задача. Есть дополнительные вещи, которые сильно меняют жизнь в хайлоде. К примеру, сжатие данных. Сжатие данных не как в смысле что-то зазиповать, а как абстракция. То есть когда вы используете proto-buff, то вы по сути сжали данные на фоне джейсона. А джейсон сжали данные на фоне xml. Если вы используете дедупликацию по отношению к какой-то файловой системе, крупные сервисы, которые позволяют всем mp3 заливать, а не на этом, ситуацию с хайлодом, внедрением просто дедупликации на уровне файловой системы убирают всю сложность из кода. У них автоматически все же залили вроде бы триллион файлов, а на выходе оказывается этих песен в сумме миллиона и больше в мире никто не придумал, свою никто не заливал. Файловая система ZDFS. Редкая штука. Она есть в SmartOS, она есть в FreeBSD. Просто включается сжатие данных, если у вас много текстовых данных, вы все пожали. Там же само включается дедупликация, автоматическое решение проблемы. То есть иногда структура проекта позволяет вам прикрутить какое-то решение, которое снимет какую-то проблему целиком и не придется решать кодом. Теперь главные вещи по производительности кажется банальным, но весь смысл в том, что все сегодня об этом забыли. У меня нет формального образования в Computer Science. Я вообще дипломат, международник по образованию. Все остальное, я самоучка в этом. Поэтому какие-то вещи я приходил потом. В 17 лет графа не писал. Это потом пришлось делать. Вопрос. Кто знает, почему обычный школьный код на Си при переборе массива берем обычный двумерный массив и перебираем его в одном случае колонками, в другом строчками. Почему при переборе одного и того же массива отличается скорость в тысячу раз? Ну, вот. То есть мы уже настолько все обычно забыли о том, что там внутри какая-то есть реально железо, память, регистры с нашим автоматическим управлением памяти и всем остальным, что мы можем менять базы данных, все что угодно. И что не меняешь, все равно медленно. То есть это кажется простым, но мы разговаривали вот с игровой компанией, одной из крупнейших украинских, у которых там мирового размера шутер, и мы обсуждали, что вот у меня Хаскел, а у них Ирланг. У меня приходят, лидер, приходят люди и говорят, давай нам премии, мы решили проблему, люди жаловались на то, что лайтенси, задержки в шутере это плохо, мы это все сделали в два раза быстрее. Ничего не дам, почему? Но оно было очень медленно, а стало как бы в два раза быстрее, это очень медленно, но люди-то все равно недовольны. Поэтому для того, чтобы решить эту проблему, вам приходится таки задуматься о том, так что там происходит. Когда у вас, вот помните, вы прожигаете регистры, а не просто пишете данные там огромными объемами, не задумывайтесь об этом. Об этом приходится думать. Поэтому половина хайлода, понятно, что вы сгрузили это все на внешние решения, но своя ответственность это код. И это не значит, что нужно начинать писать на си ручное управление памятью, нужно просто об этом не забывать. Простейший пример. Есть много сервисов, в которые мы заливаем картинки. От Фейсбука и до Вордпресса. Почти любой медиаресурс будет иметь несколько размеров. В отличие от Вордпресса, приличный, они будут иметь какую-то превьюшку на главную, где-то маленькую, среднюю, большую. При заливке этой картинки мы будем делать из большой еще несколько маленьких. Все решения, которые я видел, берут базовую и каждый раз с нее делают еще одну. Вместо того, чтобы делать из большой средней и средней маленькой. Но потом там есть нюанс. Бывает так, что из два близких размера и делать из среднего чуть меньше среднего, она размазюканная получается. И код нужно чуть-чуть усложнить. То есть, помните, да, влияние на бизнес, вроде бы на расходы твои, это особо не влияет, потому что пользователи смотрят уже пожатые картинки, а редакция заливает редко картинки. Но момент с вот этими плохо пожатыми картинками, то есть, если мы сделаем оптимизацию, но плохо, мы бьем по репутации, у нас размазюканные картинки. Если мы не делаем ничего, но у нас высоконагруженный сфер по заливке, а не у нас редакция с 10 человек, а у нас миллионы людей заливают, то это становится ключевым вопросом. Возможность ресайзить их там. То есть, главная же тема, секрет обычно в том, как бы дзен, в том, что что-то не делать, а не взять эффективно. То есть, когда вы на клиенте, то есть, мобильный телефон в этом плане всем все сэкономил, потому что сжатие в браузере было тогда очень слабеньким, флеш там как раз умирал, а вот тут появляется мобильное приложение, и я ресайзю картинку, снятую на телефоне, в телефоне, а не на сервере. Все, сервер этим не занимается. Мы, получается, поменяли КПУ просто на сеть. Мы отправили туда и большую, и маленькую, и еще маленькую, и просто не занимаемся этим уже физически на сервере. Мы доверяем пользователю, что он не подменил там большую на маленькую, вся тема там с ОН, там, большой О, и тому подобное, то есть, это все такая скучная тема, о которой не хочется о ней думать, когда мы пишем на Java, когда мы пишем на Node.js, даже не хочется думать, когда пишешь на Haskell, потому что там есть приколы, когда код написан на Haskell, там, начинающим работает быстрее, чем с оптимизированной на C. Там, код, который разбирает просто, по-моему, там, HTTP-заголовки работает быстрее, чем C-шный код там в NGINX, и как бы, то есть, это шок, но это правда. Ну, понятно, что это какое-то исключение, пример, там, не всегда так, но, как только у нас много трансформации данных, то есть, к вам данные заходят, если вы их просто положили, вы в Big Data. Если у вас много трансформаций, вот тогда вы находитесь в Highload, зависимы от перформанса, и вот в этот вот момент вам и надо начать задумываться про алгоритмы. Иначе это просто пустая оптимизация, она ни о чем. Как только код становится сложным, вот тогда получается проблема, что если вы не используете все ядра, это проблема 2004 года. То есть, возвращаясь к Haskellу, почему, зачем? Языки, которые готовы сегодня к параллельной работе, единичные. Кто-то что-то там забрал, добавился там, есть там интерфейс какой-то, там параллельной обработки массивов, там, в C-Sharp, но это все единичное, там, отдельное решение, это не настоящая параллельная работа. В каком-то смысле, то есть, вот там, как Apple сделал Grand Central Dispatch, это все можно сделать логически саму, точно так же, если вы просто разбиваете код обработки данных и смотрите, если, как бы, две функции обрабатывают не одни эти же данные, то вы можете их разбить уже на два блока, запараллелить, и прикрутить это, ну понятно, что не на фьючерах, в JavaScript, как бы, это смешно, но на любом языке, в котором потоки есть, вы уже можете это реализовать. Не писать какой-то свой фреймворк, просто правильно разбивая там на фьючер, на параллельные вычисления, как бы, которые вы сможете правильно запараллелить. Но потом, опять же, не забывать, что логическое построение в голове графа выполнения работает на одном пользователе. Как только у вас пользователей больше, чем ядер, то вы получаете совершенно другую ситуацию. Теперь у вас не имеет значения, насколько красиво, параллельно выполнялся этот код. Потому что теперь пользователей много, и порядок уже совершенно другой. И вот в этот момент вы начинаете делить код на критичный, который нужно отдать результат пользователю сейчас, и который можно посчитать в фоне и дать потом. Это все тоже, как бы, когда-то было совсем неочевидным. И когда ты нажимал товар положить в корзину, ты ждал. А теперь мы нажимаем, там, аяк сначала нам ответил, что мы положили, а на самом деле это неправда. Вот когда там произойдет какие-то абреляции в данных, они такие положат, но пользователю ждать не надо. Мы его обманули, сказали, что мы положили что-то уже в корзину, но это не так. Мы оптимистично и надеемся, что он таки туда попадет. А вот если не попадет, то, наверное, уже будет неважно, что мы показали ему в Яксе. На следующем рефреше там будет какой-то не двухсотый ответ. Теперь память. Как только у нас в Highload есть зависимость от реалтайма, все языки со сборкой мусора мгновенно отпадают. ГО направляли на одну тему, а на рынок он пошел на совершенно другую. Рекламные сети, у которых сервис-левел-агримент выдавать за какое-то количество миллисекунд ответ. Там была проблема, у них тоже была, там тоже есть сборка мусора, она была плохая, в итоге ее починили, и люди такие по сервис-левел-агрименту выдают это. На Java это выдавать сложнее всего. Она сияла всю память, у нее развивается этот сборщик мусора, но если у вас нет там трех инженеров с какими-то степенями, сертификатами, которые будут 150 параметров GVM настраивать, то там в теории можно решить проблему, а на практике какая цена решения этой проблемы. Про менеджер и он-менеджер точно так же. Если у вас просто начинает память разрастаться там непомерно, а у вас одновременно, возьмем какой-нибудь там чат-бот, и у вас одновременно стоят там миллионы пользователей, то вы не можете просто забить на память, вам нужно все-таки хоть как-то думать, как вы ее управляете. Если там это какая-то система, в которой есть множество данных, находящихся одновременно на дневномодификации, то легче всего сделать это на менеджер памяти. То есть дебаггинг постоянного управления памятью становится много сложнее, чем просто тупая работа с памятью с указателями на C. Так, надо мне ускоряться. Значит, immutable данные. Ну то есть все функциональные языки работают с неизменяемыми данными, это вначале кажется бредом, когда ты не можешь сказать, а равно один, а равно плюс два там. Но главное, что это позволяет работать с памятью гораздо быстрее. В Haskell'е тоже есть сборщик мусора, но он работает близко к софт-рилтайму. В Erlang'е тоже есть сборщик мусора, но он работает не на уровне всего рантайма, он работает на отдельном уровне каждого потока, каждого микроподключенного пользователя, и другие не чувствуют его задержки, ты выбираешь, когда ты можешь это сделать более удобно для себя. Модель актеров позволяет полностью по-другому управлять той памятью, которая у вас есть. В Haskell'е есть Software Transactional Memory, которая позволяет забрать транзакции с уровня базы данных на уровень кода, и они компезейбл. Это позволяет выстраивать настолько сложную логику, когда проблема уже такая становится, ее можно решить. И STM память это ключевое решение, исторически, за последние лет 15, наверное, которое позволяет решить всю проблему с потоками и локингом. Настолько важно, что Intel в какие-то свои интерпризные итаниум-процессоры добавил какие-то регистры, чтобы STM память стала на уровне ассемблера, но понятно, что там этим мало кто пользуется, то есть я не знаю каких-то особых применений. STM пишется безумно просто. То есть сложнейшая проблема вдруг становится настолько простой, что когда мне нужно сделать что-то конкурентное, я просто не задумываюсь, беру только Haskell, потому что теперь для меня это становится просто. Попытка сделать это на чем-то другом, иногда она случается и заканчивается все тем, что все, все бросили и забрали туда. Pattern Materialized View. Кто-нибудь пользовался когда-нибудь? Так, немного, один. Как только мы переходим от крут к чему-то другому, вот тогда начинаются все архитурные изменения. Пока мы просто берем и делаем там забрать и обновить, это всего-навсего означает, что компьютеры стали быстрее, технологии стали лучше, но мы пишем по сути то же самое, что 20 лет назад, и это не настоящий хайло, то есть он может выполнять все свои задачи, но у вас нет настоящей сложности, если вы делаете просто там забрать, обновить. Истинная проблема появляется тогда, когда вы уже не можете физически работать с данными через базу, просто через базу, да еще абстрагируя их через ORM. И вот тогда появляются вот такие злые паттерны, как Common Query Responsibility Segregation, это вот как я вам говорил, типа это было всегда или только придумали. То есть паттерн известный там на сайте Microsoft и все так дальше, он у нас заложен наверное в половине системы, им всегда пользуемся, но только там с модификациями. Это простейшая тема, означает, что у вас данные находятся в приложении, то есть любое обычно десктопное приложение держит их в памяти, это нормально. Любое мобильное приложение держит сначала в памяти, а потом чтобы это быстро работало. Север может делать то же самое. И вот тут мы попадаем в момент всегда вот типа зачем? Вот люди говорят, ну зачем мне запитать велосипед, зачем там, почему не писать какой-то код, почему не скачать его там с гитхаба? Здесь классный фильм там про адвоката, он приходит, слушай, а что ты табличку снимаешь? Говорит, ну мне босс сказал, а почему он тебе так сказал? Говорит, ну слушай, если бы я знал почему, то как бы я был бы боссом. Это вот все мое вступление об одном, о понимании. И вот эта вот тема, их называют bullshit bingo, то есть название, когда люди начинают их просто там куда-то проталкивать ради того, чтобы все применить, чтобы это было взросло, выглядело там, красиво, заканчивается плохо, потому что усложнение лишнее. Если оно решает конкретную задачу, а способок, то есть подпольте, паттерн универсальный, а решение каждый раз свое, то есть кто-то может учиться от общего к частному, кто-то от частного к общему и наоборот. То есть кто-то может увидеть три примера и понять как бы, как действовать. Кому-то расскажи правила, он попробует ее применять. С первого, не с первого выйдет, но все-таки получится. Мы очень разные в плане обучения, приобретения опыта. Очереди, я буду сейчас очень ускоряться, там пять минут. Очереди кажется простой вещью, но на очередях построены более высокоурованные паттерны, такие как модель актеров. Модель актеров является, наверное, если сказать, что принципиально может вам позволить по-другому решить все проблемы. Упрощение разработки, ускорение работы кода, выхода на хэллот. Это модель актеров. Это как-никак придумали вполне себе практики, это все работает. То есть Ericsson развивал Erlang для того, чтобы через все это ходили. То есть вы же понимаете, что нет ничего более высоконагруженного всегда, чем сети. Всегда. Вот почему я вам говорил про там, посмотрите на то, как работает шина каких-нибудь в Сандерболте или просто как ходят данные. Когда ты смотришь на просто шнур, который идет, вот Ethernet подключен, ты понимаешь, как связан интерфейс и протокол. Вот то количество проводов и как по нему идут данные, они взаимосвязаны, они дают идеал передачи данных. Там находится все вдохновение. Когда вы даже не осознаете в том, что очереди у вас есть постоянно, даже у вас их нигде нет, потому что подключенные пользователи подключаются по TCP, в котором внутри есть очереди, которые sysadmin правильно настроил, чтобы ваше приложение правильно работало. То есть ваш application уровень не заканчивается вот на вашем аппе. Потом еще операционка имеет свой application внутренний, который тоже настраивается и который в сумме дает даже суммарно результат. Поэтому очереди могут быть внутренние в памяти. В том самом Haskell транзакционная память, которая дает на ней построенные очереди, которая позволяет, если мы просто берем обычный чатик, классический пример, то есть нам нужен список пользователей и месседжи, мы должны лочить либо элемент, либо весь массив в момент внесения нового, каждый раз нового элемента. Когда у нас используется транзакционная память, смысл очень простой, это просто оптимистичная блокировка. То есть ничего не лочится при условии, что никто в этот же момент не будет там два раза записывать. Мы не будем локом сводить все по сути к сериал-исполнению. Мы в случае появления наслоений как бы там решим этот конфликт. Опять же, это детали, кому интересно, можно посмотреть. STM память есть в скале, но там она примитивная. Это просто оборачивание переменной. Haskell мультипарадигмен, он может позволить использовать сразу и актеры, и свои очереди, обернуть транзакционной памятью любые структуры. Я могу иметь ее транзакционную сам массив, элемент массива и в этом элементе еще что-то. И только когда 2-3 транзакции параллельных заденут какой-то элемент, в этот момент произойдет остановка для того, чтобы последовательно закомитить эти транзакции. Модель актеров. Самое простое объяснение, в чем разница, потому что кажется, в чем смысл. Ну то есть мы и до этого могли послать объекту сообщение. Когда мы вызываем какой-то в объекте метод, мы говорим ему команду что сделать. Модель актеров посылает сигналы, а не говорит что сделать. А актер уже знает как ему реагировать. Используя модель актеров, вы вместо того, чтобы программировать сложные системы, то есть когда система сверхсложная, вот это начинается полностью кастомный код, какие-то свои очереди, свои модели. Но для 99% можно закрыться моделью актеров, та же самая там Скала Ака или Ирланг, все же в зависимости от рынка. И вы получите рантайм, который даст вам одновременно параллельность. Вы можете распараллелить любой код, сказать, я хочу вот этих актеров там запустить 8, 10, 12, сколько угодно. Вы получаете этот фейл, совершенно другой принцип. В Haskell скомпилил, сработало, здесь по-другому. Здесь какая-то ошибка, как только она возникнет, это место перезапустится и все пойдет дальше. Пользователи будут обслуживаться. То есть одна ошибка повлияет на один объект и ничего более. Потом мы начинаем, помните, композабилити. Мы либо будем применять паттерн, как же это по-русски там будет, circuit breaker, замыкание цепи. То есть что-то вышло из строя, смска не отправляется, смешной прикол. Но надо выключить, не отправлять смски, но продолжать обслуживать запросы. И это тоже код, который нужно написать. Но в случае с актерами его написать проще. Более того, вам даже не просто об этом задумываться, вы просто кинули туда еще одну команду сделать, и вы не думаете про последовательность, что после чего будет ее. Ну не выполнилось, не выполнилось. Но после этого, опять же, как вы будете это выполнять? Если там это актер не выполнил, а если вы кинули месседж, он ушел в никуда, он пропал. Вот вам снова паттерн как бы похож, а результаты очень разные. Event Sourcing. Очень важный паттерн, который позволяет принципиально по-другому построить приложение. Вы постоянно имеете весь input как очередь. Это очень связано с реактивным программированием. Это похоже... Так, надо подводить итоги. В общем, Event Sourcing безумно важный паттерн. Транзакционная память. Забыли про локинги? Вы можете делать композинг транзакций. Если с Event Sourcing вам нужно делать обратную транзакцию в distributed system, все усложнять. Здесь вы все упрощаете. Resilency. Там пошел. Что, уже свет выключили? Resilency. Большой набор скучных паттернов. Видите, даже на скучное не хватило времени. Есть вещи, которые позволяют принципиально по-другому решать проблемы. Паттерн ретрай. Это классический. А есть внутренние, там, Or Else отдельное применение, которое есть в STM, которое позволяет по-другому все выстраивать. Есть специфические банальные вещи, там, как бы, специфические КВС-у пропускаем. Опять же, где вдохновение? Как работают RAID массивы данных? Как работает мнезия, база данных для Erlang. Если в ней вырубить свет, там могут пропасть данные. Почему вы так сделали? Вы что, серьезно, все пропадет? Да. Она имеет море преимуществ, но рассчитана на то, что у тебя в серваке стоят два бэкапа, еще один ТБ3-юнит, который скинет все данные с винта. Если ты можешь быть уверенным, что данные будут скинутыми, у тебя код вообще другой. Вот половина всех технологий она про одно, про вырубание розетки, про то, что все там Google и так дальше покупают дешевые компьютеры, засовывают их в дешевые розетки, а когда у нас есть где-нибудь в телекоме дорогое оборудование с кучей бэкапов, они пишут другой код. И иногда это на самом деле несложно. То есть там плюс 100 долларов стоит этот бэкап-юнит для RAID массива, и все, вы больше не думаете о том, как писать код, который будет писать журнал транзакции. То есть у вас все по-другому. Журнал транзакции, все, он хардверный, вы забыли про это. Последняя тема бага с афишами. Значит, у вас будет в коде как бы некий там single point of failure, вы должны его найти и решить эту проблему, но вы всегда получите трейд-офф. Понимаете, что мы начинали? То есть проблема всегда будет, вопрос в том, куда вы ее загоните, в организационную среду, в кодовую, то есть она всегда есть, идеальных решений не бывает. Что важно, иметь гибкость мышлений, задумайтесь о том, что кэш когда-то, да, он был, сначала мы работали с процессором, потом он ушел в код, потом он превратился там в memcash, скоро это все будет там с асом или еще какого-нибудь там лямбда-функции. Помните, шло снизу с аппаратного вверх к софту, а теперь наоборот, как с софта, с транзакцией в базе, мы уходим в стм, в транзакции, в коде, а заканчиваем получается то, что импл прикрутил транзакциями в ядре процессора. И вот это вот умение все это моделировать и позволяет вам находить правильные решения. Помните, как бы крейд массив, вы можете его подключить, там решить какую-то проблему. То есть это не про то, вам выбрать кассанду или ажбейс, это важное решение точно так же, но есть множество других очень тонких важных решений, которые определяют там не просто успех проекта, а вам будет легче работаться, вы сделаете все совсем другим способом, вы обойдете проблему. Нет способа бежать быстрее олимпийских чемпионов, но правила можно всегда нарушить, можно прийти другим путем. Все бегут по той дороге, вы выбираете другую. Об этом все дело. Видите, про игру мы вообще не успели, про игровой сервер. На самом деле, это просто мне интересно, а это, надеюсь, было интересно вам. Спасибо большое.